Надо сразу всё посмотреть, знаете, чтобы он такой... Ты уверен, что ты один? Куда мне идти с этим ключом? Всё, я иду с... Матерь божья, дай... Можешь выйти от неизвестного? Нет. Отвалил нафиг от меня. Теперь начинаю бояться, серьёзно. Мне теперь стрёмно. Это что? Я, наверняка вы помните игры от одного и того же разработчика, где сначала мы пытались поймать крысу, а потом мы её готовили. Или же продолжение этой же истории, где мы были кем-то на кладбище. Работали на кладбище. Вот, это игра от того же самого разработчика. Все его игры начинаются с слова Nightmare. Эта же игра называется Nightmare Experience. Вот так-то. И нас сразу здесь заставляют что-то делать. Говорит, проверьте почту, ответьте на email. О, смотрите, это отсылочка. Это отсылочка как раз-таки на прошлую игру. Работник кладбища пропал. После того, как НЛО прилетело. Кто бы это мог быть? По-моему, это кошка Лана. Если я не ошибаюсь. Нифига себе, тут в машине прям вот так вот радио стоит. Капец, это так должно работать. Так, а где там у нас email? Email у нас здесь. Ага. Так, здорово, братан. Спасибо, что присматриваешь за моим домом. Я выяснил, что я могу разговаривать с тобой, если буду писать email. Хотелось бы тебе посмотреть на фоточки из моего путешествия. Ну, давай, конечно. Я ответил на email, я молодец. А как? Все, я могу уходить, типа. А, ой, смотрите. В смысле, подожди. Так я думал мне фотку пришлет братан. О, я обожаю эту заставку. Просто самая классическая, мне кажется, заставка. Так вот, а я, я хочу посмотреть. Отдай. Ладно, нет. А вы посмотрите, какая наглость. Надо сразу идти и выполнять его прихоти вот эти. Говорит, clean the bedroom. Придется все чистить. Это надо? Спасибо, что это не надо чистить. А тут что? Ааа, утя! Дай нажму на утю. О, вы слышали? Она... О, email. Короче, я понял. Мы общаемся только тогда, когда, когда я что-то выполняю. Правильно? Эээ, ты один? От неизвестного. Это не мой брат получается? Я... Я... Надо, надо сразу все посмотреть, знаете, чтобы он такой... Ты уверен, что ты один? И просто, типа, ты не один, на самом-то деле. Можешь закрыть шторы, чтобы, знаете, ну, поспокойнее было. Ладно, хорошо, я один. Так, 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 так. Ага, вот, видите, новое задание. Новое задание. О, что там что-то есть? Ну-ка, можно что-то открыть? Нет, нельзя ничего открыть, конечно. Брат уехал, на меня все оставил и ключи все забрал. Может, этот еще и заперт? Так, надо вынести мусор. Это я так вынес мусор, можно я его хотя бы возьму для того, чтобы вынести? Нет. Снова, снова сообщение. Реально, каждое дело, и потом только вот можно что-то посмотреть. Так, ты лжешь? Нормально? Я не лгу. Все, отстань. Я больше с тобой, я тебе вообще больше отвечать не буду, понял? Все. Да я же... Подожди. Я уже... А, бедрум. Все, простите. Подожди, братан вообще неоттесанный какой-то, посмотрите. Мать не научила, что ли? Я говорю, у вас же тоже было такое в жизни, когда ваша мама причитает и говорит, вот почему ты вот не умеешь вот это делать? Вот почему ты не умеешь, например, за собой почему-то не убираешь? А потом вот будет, там, не знаю, кто-нибудь у тебя дома, и вот увидит такой бардак и скажет, мама не научила, мама не научила, мама не показала. Почему? Вот и что? А мне будет стыдно. Ладно, у меня это, у меня это только в шутку было, в свою... Ага, она мертвая. Извините, я реально испугался. А! Уфу, нет, я не хочу играть в эти игры, я сер... У меня, я, я... Ну, короче, это жесть. Я реально, я не приспособлен для этих игр, потому что я от всех скримеров, я реально, я прям подпрыгиваю. Я теперь начинаю бояться, серьезно. Мне теперь стремно. Это что? Да иди нафиг! Капец, какая жесть. Вообще, чтобы вы понимали, я в хорроры не играю. Я в хорроры не смотрю. Я вообще... Мне вообще эта тема не заходит. Что это было? Вы слышали это? Подожди, а где имейл? Он же тут. А, ну да. Можешь выйти от неизвестного? Нет. Отвалил нафиг от меня. Я к тебе вообще не буду выходить никогда в жизни. Да. Подожди, это где? Спокойно, спокойно. Нет. А это какая комната? Подождите, это какая комната? Опа. Ты... Он разбил. О, нет. Он написал здесь мое имя. Я умру через 7 дней? Минут? Через сколько? Когда я умру? Ну, он не зря кинул кирпич с написанным на нем моим именем. Наверняка. Я вхожу. Нет. Нет, отстань. Мой дом, моя крепость. Знаешь такое? Пошел вон. С какой стороны? Где тут? Вот это вход? Я тебя крысой накормлю мертвой. Ты слышишь? Щегол. Ну-ка. Так, что у нас здесь? А, спрятаться под кроватью. Я кто? Слышишь, выходи. Мертвая крыса тебя ожидает. Молодой, давай. У меня ничего не происходит. Видимо, пока я не сделаю этого, ничего не произойдет. Хорошо. Так, спрятались, смотрим. Тук-тук-тук. А что-то будет происходить? Я могу вылезти? О, ле, пришел. А он меня не найдет. Ладно, так ты уже не такой страшный. Он меня не найдет, да? Он прям на меня мне в лицо посмотрел. Так, все. Братан, один из соседей позвонил мне и сказал, что видел, что кто-то пытается вломиться. Ну, типа, внутрь. Вали отсюда, скорее. Ноу. Я сказал ноу, почему? Я не хочу leave the house. Ой, что, прям надо выйти? А-а-а, ключик-то нет. А где ключик? А, вот, смотрите, можно все пооткрывать, да? Вот тут будет ключ, смотрите. Нет, ключа тут нет. Может, вот тут будет ключ. Нет, короче, я понял. Я просто так это все. Подожди. А вот брат вообще абсолютно, я говорю, безалаберный. То есть, типа, он мусор не выбросил, носки свои разбросал. И что это такое? Ключ тоже не оставил. Что вообще с этим человеком? Как он вообще мой брат? И минуточку, для чего мне вообще мертвая крыса? Она может мне понадобиться как-то в жизни? Или она как диплом? Ой, ладно. Так, где может быть ключ? Сколько шкафчиков уже открыто? А ключа все еще нет. А нет такого ощущения, что ключ просто будет... Мистериуский. А может быть он не отсюда? А вот, типа, отсюда? Ну-ка, давайте. Ну? Нет? Нет, короче, видимо, нам надо все-таки уходить. Ну-ка. Ха-ха. Ясно. Я сразу... Я наперед. Я сразу, сразу знаю, куда мне идти с этим ключом. Все, я иду с... Матерь божья, дойдите вы, блин. Ну что это за глаза? Кто смотрит на меня? А, много кто. Все понял. Я популярен, получается? Ничего себе риска. Так. Это все нереально. Это все кошмар. Ты должен проснуться. Надпись на стене. Ну и здесь тоже. У меня крысы есть. Как же нереально, если крысы есть. Ну, прикольная какая-ля. Ну и везде повторяются эти слова. Окей. Но эти глаза меня реально смущают. Ну просто посмотрите. Ну какие же они реально криповые абсолютно. А как мне попасть вот туда? Что это? А, я понял. Мне снова надо спуститься. Снова надо открыть дверь. А нет, она уже открыта. Все. Надо перепрыгнуть, может. Хоп. Ёлки-палки. Э. А как? Меня задавят или что? А! Э. А, э. Где мы? Там так и было написано. Так. И у меня есть ведро. У меня есть вилы. И есть... Это мастерок. Ну, в принципе... Ой. Нет. Тут можно много чего купить, но у меня нет денег. Поэтому все же обойдемся, думаю. О! Ты в кошмаре! Так. Тебе надо идти к вулкану и выбираться. Выбираться. Вулкан вот там. А можно что-то купить? Машину тут какую-нибудь... О, корова. Корова и две цыпы. Куплю цыпленка, пожалуй. Не покупается. И корову купить не могу. О! Я могу что-то продать, смотрите. Э. Себя нет. Все, короче, пофиг. Я просто... Я просто погнал туда. А, ой. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой. Ой. Ой, а вы чего тут? Я стесняюсь. Не смотрите так на меня, пожалуйста. Куда они пропали все эти ребята темненькие? А что это вообще такое? Что это за... Вот эта вышка? Выглядит реально странно. Прикиньте, приезжаете вы к бабушке в деревню, и там 20-этажка стоит. Вот так вот и тут, по-моему. У меня плохое предчувствие, знаете. Вот я... Я прям чувствую, что это ничем хорошим не кончится. Мне кажется, надо было в какой-нибудь вот этот вот водопадик идти, там какой-нибудь секретный проходик, или что-то около того. Тем не менее, я буду идти так, как мне показывают. Ну, просто... Просто потому что. Ребят темненьких нет. Эта штучка все еще... Хе-хе. Ну, вы поняли, да? Я говорю, ребят темненьких нет, а они просто такие... Подожди, что? Что это? Ты соскучился? Так я приду тогда. Самое смешное, что они появляются так, что я их не вижу. В чем смысл вообще их появления, я не понимаю. Они даже... Даже не могут меня нормально напугать. И так мы все ближе и ближе к этому вулкану, но я не знаю, как забраться внутрь. Знаете, отголоски фильма «Начало». Может, смотрел кто, может, знает, кто что это за фильм. Там тоже надо было понять определенную штуку, чтобы вылезти из сна. Ну, если это не ты, грубо говоря, этот сон начал. Короче, прикольная тема. Кто не смотрел, может попробовать осилить, потому что фильм такой довольно тяжелый. Вот. Так, ну что, мы приближаемся к жерлу вулкана. И он, судя по всему, еще и активный, да, этот вулкан? Ну и ладно. Кто знает, какая там температура. Ой, мама. Надо ли мне действительно сюда прыгать? А, ой. Сейчас булькнем. Ой. Это деревья? Это... Ой. А, это домик. Могу? Могу. Зачем мне дали эти три предмета? Может, реально их можно было типа продать? О. Подожди, я могу поспать, но могу... За кудахтером могу посидеть? Ладно, давайте поспим. Давайте поспим, потом авось будет легче разобраться. Как же медленно все темнеет. А, ладно, хорошо. Дом? Вопросительный знак. Так. Угу. Это сон. И скоро ты проснешься. Ура. Да. Да. Нет. Что? Ответить могу? Не могу. Ну и ладно. Где был ключ, вы помните? Я нет. По-моему, где-то в этой комнате. Вот тут был ключ. Нет. Ничего не открывается. Окей. Мне просто сказали, типа, ты скоро проснешься и все. Я еще должен тебе верить на слово, что ли? Я хочу, хочу сгонять вот тот вот подвальчик. Могу? Нет. А, просто просыпаюсь, да? Или что-то темнеет на улице. Только не кричите на меня, пожалуйста. Я очень боюсь этого. Не кричите. Окей? Мама. Мэмэ. 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 Вас кикнули с сервера. Ну, в смысле, из экспириенса. В смысле, короче, вы поняли. Из игры. Из-за того, что ты вмешивался в сны. Чего? И все? То есть меня дважды напугали. Заставили убрать чужие носки, надеюсь, чистые. Выбросить мусор. И типа, все. Вот так вот. Вот так это и работает. Не, ну ладно, конечно, это было страшно все равно. Это очень, очень нагнетающая, скажем так, обстановочка была в игре. Каждую игру от этого разработчика я обязательно буду проходить. Так что, если есть что-то у него еще стоящее, можете об этом написать мне в комментариях. На сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии на колокольчик. Нажимайте всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok